Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Никита Образцов, и несколько дней назад на канале Трикстера вышел стрим с моим участием, где мы с Александром Баданцевым обсуждали новый атеизм. Этот стрим я также выложу или уже выложил на свой канал, и вы сможете ознакомиться полностью с данным стримом и с тайм-кодами. Но в самом начале стрима у меня подглючивала связь, и ключевой момент с моей такой микролекцией про новый атеизм, про то, что же это такое, остался в немножко неоптимальном состоянии. Поскольку я перфекционист, я хочу, чтобы именно этот фрагмент был вам доступен, чтобы вы могли услышать мою мини-лекцию о том, что же такое новый атеизм, решил записать это отдельно и опубликовать на своем YouTube-канале. Мне кажется, что материал получился вполне достойный и интересный. И прежде чем я приступлю непосредственно к повествованию, напоминаю о том, что вы можете подписаться на мой бустик, где есть большое количество дополнительных роликов, уже 5 роликов. Кроме того, там есть конспекты, сценарии роликов, которые я нигде не публикую, кроме как там. Поэтому там вполне интересно, и вы можете там меня поддержать. И, кроме того, я завел новую площадку Яндекс.Дзен, куда буду заливать многие старые ролики на случай возможной блокировки YouTube-а. И, кроме того, заливать статьи, которые, скорее всего, буду писать только для Дзена. Большая просьба подписаться на мой Дзен по ссылке в описании. Возможно, если подпишется значительное количество людей с YouTube-канала, то это каким-то образом активирует алгоритмы Дзена, и я смогу получить там какую-то новую аудиторию. Потому что все-таки хочется, чтобы мои мысли доходили до максимально большого числа людей. Извините за столь долгое предисловие. Переходим к теме ролика. Итак, новый атеизм – это журналистский термин, в первую очередь. Стоит отметить, что нет такого общественно-политического движения, которое называется «Новый атеизм» или «Новые атеисты». Многие из тех, кто ассоциируется с новым атеизмом, прямо говорят, «Ребята, не нужно нас ассоциировать с новым атеизмом. Мы не имеем никакого отношения ни к какому такому новому атеизму, ни к какому общественному движению. Мы просто излагаем наше мировоззрение». В частности, таким является Сэм Харрис. Он говорит, что «Я, в принципе, против того, чтобы называть себя атеистом. Я просто обычный здравомыслящий человек, который просто высказывает свою позицию». Поэтому это журналистский термин. Такого движения нет. А какое движение есть, так это движение «Брайтс». И в последнем ролике с критикой статьи Дмитрия Узланера я подробно рассказывал о том, в чем разница между новыми атеистами и движением «Брайтс». К сожалению, движение «Брайтс», которое возникло примерно в то же время, что и зарождался новый атеизм, оно на сегодняшний день уже не столь актуально, ведь история атеизма насчитывает несколько тысяч лет. Об этом я подробно рассказывал в своей старой лекции, посвященной истории атеизма. Безбожники, краткая история атеизма, можете тоже ознакомиться. Лекция крайне интересная. Поэтому вопрос, а что же нового в новом атеизме? Что такого нового открыли? Докинс, Харрис, Деннет, Хитчинс, Стенджер и, например, Пол Захарий Майерс. Что они такого нового открыли? На самом деле практически ничего. Отличие нового атеизма скорее в контексте и интонации. Дело в том, что новый атеизм возник на волне чудовищных террористических актов 11 сентября. И поэтому новые атеисты, в особенности Сэм Харрис, который своей книгой «Конец веры» и предвосхитил появление этих самых новых атеистов, критикуют религию, считают ее чуть ли не источником вселенского зла, считают, что именно религия, именно религиозная идея, именно сам религиозный подход к жизни ответственен за события 11 сентября. Поэтому контекст здесь очень тесно связан с интонацией. Ну и, пожалуй, то отличие, которое я на стриме не упомянул, это особая вовлеченность ученых в критику религии. В России, например, Станислав Дробышевский является видным представителем движения «Брайтс» и как раз-таки и ученым, и популяризатором науки. И одновременно он активно высказывается о религии. На что, естественно, фыркаясь, плюются религиоведы, потому что вы не специалист по религии, по истории религии, по теории религии. Что вы вообще тут, простите, вылезли и что-то нам тут рассказываете? Поэтому это тоже характерная черта. И то, что критики религии в рамках нового атеизма очень активно ссылаются на естественные науки. Здесь, опять же, стоит вспомнить Роберта Сапольски, который и религию объясняет с точки зрения естественных наук, и тот же Докинс, который использует когнитивное религиоведение в объяснении религии. Поэтому вот они, такие базовые черты нового атеизма. Стоит отметить, что новый атеизм – это сугубо англо-американский феномен. То есть ключевые действующие лица являются либо гражданами США, либо гражданами Великобритании. И все существуют в общем англоязычном культурном пространстве. Новые атеисты полагают, что религия и религиозный тип мышления, основанный на вере, являются иррациональным. То есть это проходит к разной нитью через все их творчество. Особенно здесь стоит упомянуть книгу «Конец веры», где Сэм Харрис ополчился не только на религию, но вообще на любую веру в любые бездоказательные утверждения. И, конечно, эта книга в первую очередь идеологическая, как и все творчество новых атеистов. Носит в первую очередь идеологизированный характер. Но проблема здесь в том, что новые атеисты очень активно и часто используют термин «религия». И, как мы с вами знаем, использовать термин «религия вообще» – это плохой тон, это просто некорректно, потому что не существует никакой религии вообще. Существует огромное количество разных религий, которые отличаются принципиальнейшим образом друг от друга, и поэтому говорить о какой-то общей религии, о каких-то общих чертах, присущих всем религиям – это просто абсурд. И поэтому новых атеистов, еще раз повторюсь, активнейшим образом критикуют религиоведы. Но критиковать их нужно за дело, а не так, как это делает, например, господин Узланер, о чем я подробно рассказывал в ролике в правом верхнем углу. Вот, например, как Сэм Харрис критикует религию. «Однако некоторые из самых дорогих нам представлений о мире порождают проблему. Они неуклонно влекут за собой стремление убивать других людей. Харрис считает, что поскольку различные религии, каждая из которых претендует на абсолютную истину, в принципе несовместимы друг с другом, это неизбежно приводит к конфликтам на религиозной почве». И пример 11 сентября, и пример религиозного экстремизма здесь очень и очень характерен по мнению Сэма Харриса. Стоит вспомнить историю или пролистать любую газету, и мы увидим, что если какие-то идеи отделяют одну группу от другой и пробуждают в группе желание убивать других, это наверняка идеи, связанные с религией. И похоже, если роду человеческому когда-нибудь удастся избавиться от войны, это случится не потому, что так написано на звездах, но потому, что так написано в наших книгах. То, как мы сегодня обращаемся с такими словами, как «бог», «рай» и «грех», определяет наше будущее. То есть религия, по мнению Сэма Харриса и Кристофера Хитчинса, в книге «Бог не любовь, как религия отравляет все», или в документальных фильмах Докинса, которые не им, но тем не менее были озаглавлены как корень всех зол, религия считается здесь чуть ли не главным врагом человечества, что не совсем характерно для классического атеизма, даже для французского атеизма 18 века. И здесь я как раз склонен согласиться с критиками нового атеизма в том, что они игнорируют те исследования, те факты, те данные, которые подтверждают так или иначе полезность религии для общества, те преимущества, которые религия дает группе именно в рамках выживания в обществе. Поэтому, конечно, новый атеизм во многом основан на выборочном использовании данных, как и любая идеологическая школа, в общем-то. Потому что новые атеисты, на мой взгляд, это никакое не фундаменталистское там религиозное движение, как пытаются критики нам рассказать. Новые атеисты — это идеологизированное учение, которое сосредоточено вокруг критики религии в первую очередь. Хотя у них есть политическая программа. Новые атеисты аффилированы с правыми политическими идеями. И, в частности, Сэм Харрис — это чуть ли не икона для консервативных таких правых политиков в Соединенных Штатах Америки. Например, таких как Бен Шапир. То есть их отличают взгляды на религию, но взгляды на политику у них, в принципе, более-менее схожи. Еще одна характерная черта нового атеизма — это негативное и нетолерантное отношение к верующим. Новые атеисты считают, что верующий человек, в принципе, не рационален, и именно поэтому стоит его подвергать критике. И не стоит относиться с уважением к религии только потому, что это такой древний социальный институт. Безусловно, новые атеисты считают, что наука и религия находятся в непримиримом противоречии, и случаи отдельных верующих ученых не убеждают их в обратном. И кроме того, новые атеисты убеждены в том, что моральные ценности объективны, и они исходят ни от какого ни от Бога, а исходят просто из самого факта человеческого существования, и из того, что человек является разумным и чувствующим существом, как и другие, впрочем, млекопитающие. Поэтому, например, саму Харрису близки идеи Питера Сингера, которые критикуют потребительское отношение к животным. Для Докенса характерно иное несколько отношение к моральным нормам. Он считает, что мораль должна скорее восприниматься как конвенциональная. Нужно договориться о том, чтобы вот это считать правильным, это неправильным. Но, в общем-то, новые атеисты отказываются, так или иначе, от морального релитивизма, и они критикуют постмодернистский взгляд на мир. Потому что они, конечно же, сторонники науки как наилучшего, как оптимального способа познания мира. И за это их также критикуют, за сцинентизм так называемый. О сцинентизме я подробно рассказывал на одном из предыдущих стримов. Таким образом, нужно сделать несколько выводов. В первую очередь, в новом атеизме не так много нового именно с точки зрения идей. Новый атеизм это скорее про интонацию, про такое презрительное, неуважительное, неприязненное отношение к религии. К религии как корню всего зла в мире. Это первое. Затем, новый атеизм, конечно же, можно и нужно критиковать, и недаром академические религиоведы делают это на постоянной основе. Но новый атеизм не нужно обвинять в каком-то религиозном фундаментализме, поскольку новый атеизм, конечно же, имеет очень много отличий от обычного какого-то религиозного движения. Там нет религиозной или околорелигиозной практики, там нет поклонения какому-то единому авторитету, там нет многих других структурных особенностей, которые присущи религии. И если мы новый атеизм будем называть религией, то тогда религиоведение разрастется до социологии. Это не очень правильно и не очень хорошо. И Докинс, конечно, не является аналогом религиозного лидера или религиозного гуру, чье каждое слово восторженно ловят толпы сторонников. Это немножко не так. Поэтому новый атеизм – это очень характерное для нашего современного общества явление. Кто-то считает, что наше общество постсекулярное, я лично так не считаю, но так или иначе новый атеизм стоит изучать, потому что они предлагают именно такую ненаучную, но идеологическую и отчасти политическую, и отчасти основанную на естественных науках, критику религии. На мой взгляд, это крайне интересно. Хотя на сегодняшний день, что движение Брайтс немножко пришло в упадок, что новый атеизм перестает продуцировать какие-то новые смыслы, новые книги и новые идеи. Поэтому, конечно же, новый атеизм остается, на мой взгляд, феноменом нулевых годов. И в десятые, тем более в двадцатые годы, новый атеизм с нами не перешел. Большое спасибо за внимание. С вами был я, Никита Образцов. Надеюсь, что мне удалось кратко и интересно рассказать об особенностях нового атеизма, о том, что же такое новый атеизм. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, делиться этими роликами с друзьями и знакомыми, если они вдруг вам понравились. И не забывайте подписываться на Бусти. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Я об этом подробно рассказывал на стриме с трикстерами. С какими трикстерами, блин? С трикстерами. Трое. Десять трикстеров.